Вы матерый инди-разработчик, ну там C-Sharp знаете, JavaScript, кучу других страшных слов. И вот настал тот момент, когда вы решаете сделать игру пятилетки. Да вот только 3D моделек запилить для вас некому. Не беда, вам поможет криворукий моделлер. Я расскажу вам как быстро и безболезненно слепить 3D контент для вашего шедевра. Меня зовут Дмитрий, понеслась. Знаете, без чего не обходится ни один уважающий себя выживастик? Без встроенного в себя симулятора дровосека. Процесс рубки деревьев настолько увлекателен, что игроки посвящают этому занятию больше времени, чем остальному геймплею. И здесь ничего удивительного. Хочешь построить дом? Руби дрова. Хочешь разжечь костер? Руби дрова. Хочешь скрафтить инструмент, чтобы рубить дрова? Руби дрова. Возможность использовать эту захватывающую часть геймплея не должен упускать ни один разработчик. И здесь никак не обойтись без модели топора, которую мы сейчас и рубанем. И допростят меня 13-летние топорные мастера за то, что я не знаю правильных названий его деталей. Казалось бы, деталей всего две, зато названий минимум восемь. Я решил увеличать их просто. Металлическая часть и рукоять, с которой мы и начнем. Состряпаем следующего вида бокс. И конвертируем в Editable Poly. После чего жмем на кнопку Quick Slice. И добавляем грани в этих местах. Затем в режиме вершин лепим очертания нашей рукояти. И здесь каждый может включить дизайнера рукояти для топора и сотворить нечто. Я же остановлюсь на более-менее классическом варианте. Для этого ребра применим чампфер со значением 1, дабы сделать изгиб в этом месте чутка круглее. Натянем на эту заготовку дефолтный серый материал и продолжим шаманить над формой. Выделяем полигоны с боков и тулим в настройке Inset, чтобы сделать такую вот штуку. Дальше по очереди выделим следующие полигоны и просто передвинем их, чтобы они слегка выпирали. После использования чампфера рукоять приболела пятиугольным полигоном. И хотя современным движкам класть на это свой некстгенный этот вот, вылечим данный недуг используя Target Weld. Не забывайте, что с обратной стороны такая же шляпа. Вершины в этом месте переместим ближе к краю. Теперь назначим группы сглаживания, чтобы рукоять казалась гладкой, а не так, как будто у столера из инструментов была только бутылка водки. Выделяем эти полигоны и во вкладке Smooth and Groups тыкаем Clear All и назначаем первую группу. Для полигонов с торца вторую. На данном этапе можно еще немного поколдовать над формами, но в целом рукоять можно считать готовой. Приступим к моделированию металлической части. И мать его, сколько же форм данной хреновины бывает. Остановимся на привычной для всех. Пилим бокс примерно такого размера и конвертируем его. Затем, как и на рукояти, квикслайсом добавим пару новых граней. И придадим этой фиговине желаемое очертание. Вершины в районе лезвия сварим, выделяем и тыкаем на коллапс. Попутно подгоняем форму. Для ребер в верхней части юзаем чампфер со значением 1. Теперь втулим еще две грани вдоль лезвия все тем же квикслайсом, продолжая лепить внешний вид. По вертикали аналогичная хурьма. На финальной стадии можно попотеть над сеткой. Не все полигоны, имеющие больше 4 углов, лечатся свариванием вертексов. В некоторых случаях, как вот здесь, нужно воспользоваться инструментом кат, добавив дополнительные эджи. Я, разумеется, затупил и впендюрил две штуки. Хотя можно было просто соединить вершины по диагонали. Но я криворукий, мне можно. Ну и не стоит забывать за вкладку группы сглаживания. В итоге, ковыряя сетку, из 116 полигонов осталось сотня. Разумеется, всегда можно запилить моделину более округлого вида, допустим, для использования в игрухе с видом от первого щечла. Для наглядности, вот эта же рукоять с применением заклинания Turbo Smooth. Но сильно увлекаться им не стоит. Сорян, что долго не было видосов. Но много не есть хорошо. Я тут подумываю насчет стримов по этому делу. Там и пообщаться можно, и все такое. В нашей группе в Контаче я въепедреню голосовалку по этому поводу. Так что вступайте, голосуйте, а там видно будет. Ну и не забываем вступать в группу ВК Игроделы, где вы найдете еще больше уроков по 3D Max, Unity, текстуры и прочее. Все ссылки есть в описании. Ну и по традиции в описании ссыль на модель из выпуска. Если вам понравилось видео, ставьте мотивирующий лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. С вами был криворукий моделлер Дмитрий. Всем пока!